Бехар 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 Я просто когда готовилась к этой главе Я хочу сказать, насколько Господь во всех мелочах, вот Он все говорит, что нужно делать. Вот только исполняй, только послушайся. Все очень просто. Будешь слушаться, будешь жить хорошо. Не будешь слушаться, будешь пожинать то, что делаешь. 17 стих прочитаем. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Господь здесь говорит, чтобы Израиль относился друг к другу уважительно, не обижали и не позволяли жестокое обращение. Потому что жестокое обращение противоречит сущности Бога. И наказания за преступление должны были немедленно быть исполнены. Далее Господь говорит исполнять постановления, хранить законы Божьи. И будете жить спокойно, будете кушать досыта, никто вас трогать не будет. Будете жить, просто жить. И все, только слушайтесь. Бог говорит, что в шестой год пошлет благословение, и этот год принесет произведение на три года. И будете сеять восьмой год. Но кушать произведения старые до девятого года. Землю не должно продавать навсегда, потому что земля Господня, а люди поселенцы. То есть мы здесь все временно, наше жительство оно на небесах. И все, что нам Господь здесь дает, это Его. Все принадлежит Ему. Стих 23 прочитаем. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у Меня. То есть Господь говорит, пользуйтесь, но продавать нельзя. И прочитаю также Псалом 23 глава 1 стих. Здесь также написано, Псалом Давида, Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. То есть все принадлежит Господу. Дальше с 23 по 34 стих идет краткое изложение различных правил в отношении недвижимости. То есть и об этом Господь позаботился. Мы не будем это разбирать. Идем дальше. Также закон разрешал подбирание колосьев, так же, как еврейскому народу и пришельцам. Прочитаем 35-37 стих. С 35 по 37. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. То есть здесь Господь говорит, ты имеешь что-то, да, поделись с тем, кто сейчас нуждается, тот, кто беден. Не бери с него проценты, не бери с него прибыли, просто благослови его, будь к нему добр и милостив. Бедняков необходимо было обеспечить основой для жизни, а не давать в долг. 38 стих. Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтобы быть вашим Богом. Господь напоминает о своей щедрости в том, что Он дал им эту землю, которая им вообще не принадлежала, чтобы побудить каждого к мудрости по отношению к соотечественникам. Далее с 39 по 55 стих идут принципы обращения с рабами. 42 стих прочитаем. «Потому что они мои рабы, которых я вывела из земли египетской, не должно продавать их, как продают рабов». То есть Бог здесь говорит, чтобы обращались с рабами по-человечески, не угнетали их, жестокость не проявляли. «Потому что все евреи – его рабы, которых он выкупил из Египта. Богу принадлежала не только земля, но и люди». 43 стих и 44 прочитаем. 43-44. «Тогда, как земля оставлена будет…» Ой, простите. Сейчас. 43-й. «Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас». Господь повелевает покупать рабов с других народов и тоже к ним относиться хорошо. И также Господь повелевает, что можно покупать детей у других народов. Израильтяне, освобожденные Богом из Египта, являлись Его слугами, поэтому они должны были обращаться со своими собственными рабами с той же милостью и щедростью, которую явил им Бог. И 26-я глава, 1-й, 2-й стих прочитаем. На этом мы закончим. «Не делайте себе кумира и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не ходите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я, Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я, Господь». И также мы прочитаем Псалом 96-й, 7-й стих. «Да постыдятся все служащие стуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь пред ним, то есть пред Богом, все боги». И также прочитаем Псалом 134, с 15-го по 18-й стих. «Идолы язычников, серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их, и всякий, кто надеется на них». Аминь. Здесь Господь говорит, чтобы мы только Богу поклонялись, ни идолам, ни изображениям, ни каким-то молитвам, молитвам там, да, колдовским. То есть Богу одному поклоняйся. Если ты будешь поклоняться каким-то изображениям, каким-то идолам, то тут написано в Псалме, они не слышат и не видят, и не говорят. И ты, если им поклоняешься, тоже не сможешь ни говорить, не видеть и не слышать. То есть Бог, Он живой. Обращаемся к Господу, Он слышит, Он видит, Он понимает, и мы также слышим. То есть от живущего мы живем. Аминь. Все. Аминь. 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 Аминь.